Айкидо для меня, потому что это не просто вид физического развития, не просто вид, который дает, может быть, какую-то возможность физического доминирования над другими людьми, а здесь воспитывается наоборот, как я сенсей говорил, при внутренней силе тренируется умение выходить из любых конфликтов, не применяя физическую силу. Хотя, конечно, при необходимости это будет применено и очень достаточно жестко, потому что тот же стиль юсенкан, который мы практикуем, он в Японии является официальным стилем японской полиции. Поэтому он дает широкие возможности для самозащиты, для подавления агрессии, но в то же время цель не допускать агрессии и в то же время цель всегда выходить из любой ситуации без конфликта. Ну, я пришел поздно в этот экспорт, потому что в советское время были же, знаете, запреты на занятия единоборствами. Поэтому, когда вот запреты были сняты, мы начали заниматься в 91-м году, вот в 2003-м японцы дали нашей школе международный статус, и наша школа называется Сейфукан, что переводится «Дворец ветра добрых перемен». Потому что когда нам давали это название, они сказали, что мы надеемся, что занятие айкидо в России будет менять менталитет русских людей, вот в плане, так сказать, дружбы, в плане доброжелательности и, так сказать, в плане открытости всему миру. Поэтому они дали такое название. И с той поры у нас мы практикуем не только айкидо, но и джиу-джитсу, классическое, не бразильское. И у нас выпущено более 50 человек черных поясов от первого до пятого дана по айкидо и по джиу-джитсу за это время. И проведено более 50 международных семинаров на самом деле. То есть у нас вот постоянно приезжают мастера. Вот в следующем году к нам приезжает международный мастер по джиу-джитсу. Большая, огромная величина и в Японии, и в мире. И вот он сегодня мне прислал письмо с просьбой, так сказать, что он очень хочет приехать. Потому что он приезжал у нас, и он сказал, что Балаково – это единственное место, где он хочет учить людей и научить их всему, что он умеет. Занимается немного, в общем-то, людей, это опять связано с тем, что люди хотят, основная масса же, вы знаете, да, хотят научиться драться. Ну и защищаться драться, если совсем элементарно. А здесь это не сразу дается, а по прошествии определенного периода. Ну, народу занимается, ну где-то человек 20-30 взрослых, и человек, наверное, 40 детей. В любом, абсолютно. То есть не имеет ограничений ни возраст, ни пол, абсолютно. Я знаю людей, которые в 60-70 лет получали черные пояса по айкидам. Вот пик, да, был, конечно, связан с фильмами Стивена Сигала, но он с удовольствием приехал. Потому что у нас есть контакт с этим мастером, и вот приезжал в Энгельс два раза уже, и к нам хочет приехать такой Эллиот Фриман, это его лучший ученик Стивена Сигала. Вот уже так, что дорожку они сюда протоптали, на саратовскую землю. Просто Стивена Сигала, вы должны понимать, пригласить очень дорого, потому что он голливудская звезда и, соответственно, требует к себе особого отношения.